Кремль активно ввязался в борьбу за Беларусь. И, понятно, играют они исключительно на стороне Лукашенко, который, по их видению, отстаивает русский мир в этой стране. И, очевидно, параллели между Украиной и Республикой Беларусь, Украиной 2013 и 2014 года и Беларусью сейчас, они не случайны. Мы поговорим именно об этом, но сначала я хотел бы сказать, что всё-таки День независимости Украины – это действительно самый главный праздник в году. Я смотрел трансляцию марша защитников нашей страны, который проходил в Киеве, и это действительно очень трогательно, очень эмоционально и очень важно. И смотреть на матерей и жён, которые несут портреты своих погибших – это очень больно. И наша задача – никогда не забывать, кто это сделал. Это результаты российского военного вторжения. И эти жертвы не напрасны. Возвращаемся к Республике Беларусь, потому что тут, по сути, во всём, как обычно, винят Запад. И да, наверное, Запад виноват в том, что Александр Григорьевич вместе с Колей бегают по Минску с автоматами. Тогда, администр Сергеевич, ещё вопрос по поводу как раз поведения Александра Лукашенко. Вчера вот это появление с автоматом и его несовершеннолетний ребёнок с автоматом в бронежилете. Насколько в Кремле считают адекватной такую реакцию Александра Лукашенко на эти протесты? Я не буду отвечать на ваш вопрос. Складывается впечатление, что они отбиваются от внешней агрессии? Нет. Их напрягает их собственный народ. Я говорил о том, что... Ну, не верю я в то, что белорусский протест имеет шансы на успех. Мне кажется, я не ошибаюсь. Хотя, если будет по-другому, я точно не расстроюсь. Меня интересует в первую очередь, как действует Россия. Потому что для нас это главный вызов. И если эту страну, Республику Беларусь, полностью поглотит РФ, нам будет ещё сложней. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я корреспондент Униану Москве. Подписывайтесь. Называем вместе вещи своими именами. И да. Россияне, Москва, Кремль уже объявили. Лукашенко это хорошо. А Тихановская это зло в юбке. Натовское зло. Но как Лавров к этому всему подводит? В законодательстве. И одним из приёмов является попытка внести раздрай, извините за такое непарламентское выражение, в отношениях между Российской Федерацией и нашими соседями. Мы это всё видим. Видим, как нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать Советский Союз. Хотя всего-навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве, учитывая общую экономическую систему, колоссальные пересекающиеся хозяйственные связи. Да, они хотят что-то восстановить. Пусть оно будет называться по-другому. Не Советский Союз, Евразийский экономический союз. Неважно. Главное, чтобы всех соседей загнать в стойло. А те, кто против, они встречаются с Российской армией. В различных её проявлениях. Иногда в отпуске, иногда просто без нашивок. Настоящие российские герои убивают и стесняются. Да, Крым, Донбасс. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам ещё и Беларусь расчертить и предлагают при этом своё посредничество, конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением. Но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это всё было на Украине, где западное посредничество обернулось, как я уже сказал, полной недоговороспособностью наших соответствующих партнёров. Ай-яй-яй, Сергей Викторович, когда Запад занимался посредничеством, и там, кстати, был и представитель России, то на российское государство начало операцию по отжиму Крыму. Именно тогда они отправили российскую армию захватывать украинский полуостров. Я всегда это повторял и буду повторять. Никогда, чтобы об этом не забывали. Лавров всегда говорит о 21 февраля 2014 года. На медалях за так называемый возврат Крыма выграверено 20 февраля 2014 года. Пусть они потом не трындят, что это не нападение. Хотя, конечно, тут слов в адрес бездуховного Запада сказано очень и очень много. Но, как интересно, от Украины они плавненько переходят к сегодняшней республике Беларусь. Что общего? Практически ничего, кроме российского интереса. Беларуський народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те признаки, явные признаки нормализации обстановки, они весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится. И есть желающие, вот это нормальное такое мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь, ну и, в общем-то, все перевести на украинский сценарий. Да, Александр Григорьевич про вагнеровцев уже не вспоминает. Хотя, как мы помним, совсем недавно звучали речи, что эти товарищи примчались в Республику Беларусь для того, чтобы спровоцировать конфликты. Но, как мы видим, точка кипения в беларусском обществе и так достигнута. И сейчас этот пар, власть понемножечку стравливает. И, видите, Налавров говорит, что он, как бы, обстановка нормализуется. И это кажется странным, что это сказано на фоне многотысячных протестов в Республике Беларусь. Но здесь они прекрасно просчитали, что если ходить исключительно с флажками и не принимать активных действий, то добиться своих политических целей невозможно. Это же, вот, в России давно обкатано. Так называемые согласованные митинги, когда люди ходят в своем загоне. В Беларуси нет акций несогласованной, но это не значит, что у них есть шансы на успех. И, да, мои друзья, которые сейчас там работают, говорят, Рома, как ни странно, но выходит, что ты был прав. Повторюсь, мне бы хотелось бы ошибиться. Да, но возвращаемся к тому, почему современная Россия поддерживает современную Беларусь при Лукашенко. Хотя, казалось бы, Александр Игоревич столько гадостей наговорил в адрес Владимира Путина и своих этих братьев. И вот здесь действительно полнейшая калька с Украиной. Да, давайте. Александра Малахова, Военный университет, Министерство обороны. Обстановка в Республике Беларусь оказала негативное влияние на взаимоотношения между нашими странами. Скажите, пожалуйста, каковы перспективы развития военно-политической обстановки и какие меры может принять руководство по стабилизации данной ситуации? Руководство чьё? Руководство Российской Федерации. Наше руководство уже на эту тему высказывалось неоднократно. Президент обсуждал это и с канцлером Германии, с президентом Франции, с председателем Евросовета господином Мишелем. Да, обсуждал и приговаривал. Беларусь наш, туда не лезьте. Если что, Беларусь мы не отдадим. Вот это мероприятие, форум территория смыслов, оно любопытно тем, что Лаврову почему-то задают вопросы парни и девушки, которые учатся в силовых университетах. Росгвардия, Минобороны, МЧС. Наверное, совпадение. Ну, так сказать, учатся дипломатии. Но, а что не нравится Кремлю в белорусской оппозиции? Причем оппозиция-то в изгнании, Тихановская что, уехала? И в отношении координационного совета тоже есть, если мы хотим дать независимую оценку, с нашей точки зрения, есть вопросы, как он формировался. Более того, там некоторые персонажи, которых в этот совет включили, узнали об этом из СМИ или из социальных сетей. Некоторые заявили о том, что они не хотят быть в этом координационном совете. Мы посмотрели на его состав. Там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию союзного государства Белоруссии и Российской Федерации. Вы слышали, он практически проговорился белорусской... Чего белорусской? Белорусской ОССР? Да? То есть, по сути, что мы видим? Те, кто выступают за национальное государство, за сохранение независимости, и их сразу начинают именовать в России русофобами. Даже удивительно, почему такое совпадение? Ведь, как говорит Айдер Муждабаев, русофобия – это самая точная наука из гуманитарных. Да-да. На этом сайте, на сайте Светланы Тихановской, которая в Литве находится, куда она уехала, объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях, но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать уже политические заявления. Муж ее продолжает находиться в СИЗО, Тихановский, да, он на сайте миротворец за посещение Крыма, это, так сказать, для понимания белорусских реалий, белорусской оппозиции, но… Достаточно такие жесткие, требуют продолжать стачки, забастовки, протестные акции, и характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. Вот-вот-вот, этот языковой вопрос очень интересный, потому что Сергей Викторович его дальше будет развивать, но получается, что если Сергей Лавров где-то выступает на английском языке, которым он блестяще владеет, это что, он продался пиндосом? Нет, возможно, это связано просто с аудиторией, перед которой ты выступаешь. Если тут ты общаешься с иностранцами, и ты хочешь, чтобы тебя услышали и поняли, то логика в этом есть. Ну, это такие дешевые манипуляции, мол, раз на английском она говорит, значит все продалось. То есть, адресат, в том числе, может быть и главный адресат, находится в западном направлении, и возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного, подобного хода, это не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать, так сказать, теребить эту ситуацию. Многим белорусам, которые выходят на улицы, страшно, ну, ни один не скажет, что, слушайте, ну, за кого вы нас принимаете? Почему вы считаете, что все организовал Запад? На самом деле, организатор всех этих протестов, лично, Александр Григорьевич, который вроде говорит о выборах, а выборов нет. Знаю я и то, что далеко не все на Западе с таким подходом согласны. Мы видим и слышим публичные заявления таких стран, официальных лиц, из таких стран, как Литва и Польша, например, которые прямо требуют смены режима в Белоруссии. Опять оговорочка, назвать соседей режимом, это тоже о многом говорит. Только страны, которые соседствуют с Белоруссией, они же не заявляют о смене режима, они говорят о честных выборах. Это же не одно и то же. Хотя, кажется, Сергей Викторович понимает, что если выборы будут честными, то Александр Григорьевич вместе с Колей должен будет переехать в Ростов. И на сайте Светланы Тихановской мы, конечно, занимались этим вопросом, потому что Беларусь нам братская для нас страна, и мы очень хотим быть полезными в нынешней ситуации. При этом они говорят, что нельзя вмешиваться во внутренние дела на Республике Беларусь, но хотят быть полезными. Вот они изучали сайт Тихановской и обнаружили там секретный документ, который сразу же потом удалили, но доказательство того, что это рука Запада осталась. осталось. И мы обнаружили, что, помните, когда Тихановская была кандидатом, она говорила, что у меня нет никакой программы, кроме того, что нужно победить и объявить новые выборы. И пускай тогда народ решает. Сейчас уже программы есть. Забегая вперед, скажу, что с точки зрения российской классификации, ну, это программа просто мечта националиста. Украинского, белорусского, какая разница? Программа появилась на сайте Тихановской и провисела там она недолго, но в веб-архиве можно ее почитать. Там много интересного, там, в общем-то, выход из Евразес, из ОДКБ, из союзного государства. Долгосрочная цель вступления не только в Евросоюз, но и в НАТО. То есть, сохранение независимого белорусского государства. Да, очевидно, это действительно не в планах Кремля. Это же, если будет сделано, то никакой, никакого объединения, никакого поглощения быть уже не может. И они это понимают, поэтому вот так вот возмущаются. Белорусизация жизни, жизнедеятельности страны за счет внедрения во многом, так сказать, искусственного белорусского языка во все сферы, где будет вытеснен русский язык. Прекрасно. Что-то Сергей Викторович совсем разошелся. Такого никогда не было. Нужно отметить, что украинский язык они никогда не называли искусственный, а вот белорусский называют. Сколько мы слышали вот этих вот бредней, в том числе в Украине, они звучат до сих пор, об усиленной и насильственной украинизации. Украинизации в Беларуси. Нет, украинизации в Украине. И здесь продвижение белорусского языка в Беларуси. Нет, не в России. Воспринимается почему-то как страшная угроза. Парадокс в том, что российские пропагандисты в разном статусе, в том числе в статусе сенаторов Совета Федерации, где там месяц назад, может, немножко больше, приняли такое смешное заявление о том, как у нас ущемляют русскоязычных и других. Так вот, главная проблема, что у нас там едят русскоязычных, ку-ку, но был там еще один такой момент, что, мол, у нас проблемы у людей, которые говорят на индише и на белорусском. Да, это сенатор Косачев делал соответствующий доклад. И вот мне хочется теперь, когда тут говорят об искусственном белорусском языке, спросить, товарищи, вот тут жалуйтесь на Украину в ООН, а сколько школ с белорусским языком обучения в России ноль? Очень удивительно. То есть, то, что нет белорусских школ в Украине, это большая проблема. А то, что нет белорусского языка в Беларуси, это очень-очень правильно. Какие-то на российские стандарты, вам не кажется? то есть, здесь вижу, здесь нет. И целый ряд других лозунгов, которые, в общем-то, не носят конструктивного характера, и едва ли они нацелены, эти лозунги, на продвижение национального согласия в белорусском обществе, где никогда не было широкого, даже вообще какого-либо значимого распространения антироссийских настроений, тенденции к вытеснению всего русского из культурной, общественной, да и из государственной жизни Беларуси. Повторяю, этот документ провисел на сайте очень недолго. Логика Кремля очень-очень понятна. Для них действительно, что Украина, что Беларусь. Но мы себя отстояли. И несмотря на все сложности, несмотря на эту пятую колонну, Украина никуда не денется. А вот вызов перед беларусами стоит. И эта история еще не окончена. На этом все. Читайте Унян, подписывайтесь на мой YouTube канал, ну и естественно, если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на Patreon. Чао!